Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами должны разобрать лекцию особенности фармакотерапии у пациентов пожилого и старческого возраста. Конечно, будем обсуждать особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных препаратов, возрастные изменения организма, которые влияют на данные показатели, а также особенности применения лекарственных препаратов у лиц пожилого и старческого возраста и критерий безопасности применяемых лекарственных средств. Итак, фармакотерапия у лиц пожилого и старческого возраста имеет ряд особенностей, конечно, отличающих ее от фармакотерапии лиц среднего и молодого возраста. Конечно, мы обнаруживаем ряд изменений организма в целом для лиц пожилого и старческого возраста. Например, Такими изменениями могут быть снижение печеночного кровотока, массы печени, которые значительно могут влиять на фармакокинетику лекарственных средств. Как следствие, это может приводить к передозировке и аккумуляции лекарственных препаратов в организме. Также стоит отметить, что для пациентов пожилого возраста характерно большое количество сопутствующих заболеваний, требующих назначения лекарственных препаратов и, следовательно, влекущие за собой риски развития полипрагмазии. Стоит отметить, что для лиц пожилого возраста также характерно наличие гериатрических синдромов, например, старческой астении и других проблем. Все это ставит под особенности или ставит риски возникновения у данной категории пациентов нежелательных реакций, в том числе и серьезных нежелательных реакций лекарственных препаратов с летальным исходом. Какие же возрастные особенности и изменения организма происходят у пациентов пожилого и старческого возраста? Возрастные изменения в организме лиц пожилого и старческого возраста в значительной мере предопределяют особенности фармакотерапии таких пациентов, влияя как на фармакокинетику, так и на фармакодинамику лекарственных средств, значительно снижая безопасность медикаментозной терапии у лиц пожилого и старческого возраста? Среди таких возрастно-ассоциированных изменений организма стоит выделить увеличение объема вне клеточной жидкости и, как следствие, уменьшение объема внутриклеточной жидкости, возможно увеличение жировой ткани, однако все это происходит на фоне снижения мышечной массы тела организма лиц пожилого и старческого возраста. Также среди основных факторов необходимо отметить снижение белковообразующей функции печени, как следствие снижение синтеза альбумина и риски развития передозировки у лиц пожилого возраста. Со стороны сердечно-сосудистой системы стоит отметить такие изменения. В первую очередь это повышение жесткости аорты и центральных артерий, возможность развития атеросклероза и поражения сосудов, вследствие чего очень часто развиваются риски развития ишемической болезни сердца и как осложнение хронической сердечной недостаточности. Также важно сказать о том, что многие рецепторы, в том числе адренергические рецепторы, становятся менее чувствительными к действию лекарственных препаратов и следовательно фармакологические эффекты при применении отдельных групп препаратов будут значительно снижены. Классическим примером в этом случае является снижение чувствительности бета-адренорецепторов миокарда к действию бета-адреномиметиков или бета-адреноблокаторов. И в этом случае, конечно, если мы используем препараты бета-адреноблокаторы для лечения артериальной гипертензии, мы можем ожидать меньший терапевтический эффект при их применении. Также дополнительными факторами риска является возможность резкого снижения уровня артериального давления на фоне применения гипотензивных средств. Это обусловлено тем, что снижается функция барорефлекса, рефлексов, которые приводят к влиянию на сердечно-сосудистую систему, и в этом случае возникают риски развития снижения уровня артериального давления. Дополнительным фактором риска развития или фактором, который необходимо учитывать при назначении лекарственных препаратов, является снижение сердечного выброса с возрастом у лиц пожилого и старческого возраста и также повышение ОПСС, то есть общего периферического сопротивления сосудов, что приводит, конечно, в совокупности факторов к повышению уровня артериального давления. Среди изменений миокарда стоит отметить гипертрофию левого желудочка, которая чаще всего наблюдается у лиц пожилого возраста, а также изменения частоты сердечных сокращений, как в покое, так и при нагрузке. Кроме сердечно-сосудистой системы, значительно изменяется функция центральной периферической нервной системы. Это обусловлено снижением, в первую очередь, веса и объема мозга, снижением количества всех рецепторов, которые локализованы в центральной нервной системе, ухудшение памяти, когнитивных функций, запоминание, внимание и присоединяются возможные расстройства сна. Для пациентов пожилого возраста характерное нарушение сна в виде таких особенностей. Пациенты пожилого возраста достаточно рано могут ложиться спать и спокойно засыпать, однако для них характерно достаточно раннее пробуждение, это старческое нарушение сна, когда пациенты просыпаются в 3 или 4 часа ночи и после этого не могут уснуть. Они борются с наступлением сном, и, конечно, это значительно нарушает их нормальную жизнедеятельность в активное время суток, и, следовательно, они очень часто и нуждаются в дополнительном дневном сне вследствие таких нарушений. Со стороны эндокринной системы у пациентов пожилого возраста есть риск развития атрофии щитовидной железы, повышение частоты заболеваний щитовидной железы, как гипотириоза, так и гипертилиоза. Очень часто у лиц пожилого возраста наблюдается снижение чувствительности инсулиновых рецепторов к инсулину, вследствие чего развивается инсулинорезистентность и повышение уровня глюкозы в плазме крови и вследствие риска повышения уровня частоты развития сахарного диабета второго типа. Как раз-таки после 50 лет очень часто мы наблюдаем такие нарушения инсулинорезистентности. У женщин наступает климактерический, а затем постклимактерический период. Это тоже касается эндокринной системы. Снижается значительно уровень эстрогенов и наступает менопауза со всеми своими клиническими проявлениями и последствиями, одним из которых являются риски развития остеопороза у лиц женского пола. У мужчин также изменяется гормональный фон, гормональный статус, снижается уровень тестостерона, ну и дополнительно уменьшается продукция мелатонина шишковидной железой, что в принципе может влиять на нарушение сна и нормальное функционирование нервной системы в том числе. Пищеварительная система. Какие же изменения будут наблюдаться у лиц пожилого возраста со стороны ЖКТ? В первую очередь это возможное повышение ПАЖ среды желудка. При этом замедлено опорожнение желудка, замедлена скорость транзита по кишечнику и снижение его перистатики. По-хорошему все эти факторы приведут к нарушению всасывания лекарственного препарата и снижению показателей биодоступности лекарственных препаратов в плазме крови. Дополнительно с возрастом нарушаются и защитные функции слизи, которые выполняют защитную барьерную функцию в ЖКТ, уменьшение всасывающей поверхности желудочно-кишечного тракта, нарушение или снижение кровоснабжения и питания желудка и кишечника. И в этом случае, конечно, мы говорим о том, что все эти факторы обязательно необходимо учитывать при пероральном введении лекарственных препаратов, потому что так или иначе это будет значительно изменять данные показатели. Со стороны гепатобилярной системы, это функции печени, конечно, мы говорим о том, что уменьшается сама масса печени, снижается функциональная активность гепатоцита и, как следствие, нарушаются все функции организма, именно касающиеся печени. И в этом случае мы говорим и о белковообразующей функции, и вспоминаем об участии печени в синтезе факторов свертывания крови. Вспоминать можно и о дезинтоксикационной функции печени. И мы должны сказать, что эти факторы обусловлены не только снижением нарушения функции гепатоцита, но и сопутствующими факторами. Это и уменьшение кровоснабжения печени, кровотока в печени и снижение ферментативной активности печени, что является следствием снижениями активности гепатоцита. В первую очередь снижается активность оксидазной системы и гидролиза в печени. Со стороны дыхательной системы мы должны отметить, что у лиц пожилого возраста наблюдается уменьшение общей площади альвеума, происходит снижение жизненной емкости легких и снижение респираторной функции. Дополнительно стоит сказать о том, что уменьшаются силы дыхательных мышц и уменьшается пиковая скорость форсированного выдоха. Не менее важными для нас с целью фармакогенетических параметров или влияния на фармакогенетику лекарственных препаратов играют и функции почек. И здесь стоит отметить, конечно, также те изменения, которые происходят у лиц пожилого возраста. Со стороны почек происходит уменьшение массы почек, также аналогично как и с печенью снижение кровоснабжения почек, снижение количества функционирующих нефронов, ну и, конечно, снижение фильтрационной способности почек и уровня базального ренина. Со стороны различных других органов и систем мы можем наблюдать следующее. Кроме того, что у пациента значительно нарушается функция центральной нервной системы, наблюдается нарушение со стороны различных органов и систем, это приводит в совокупности и к нарушению других органов и систем, в том числе пациенты пожилого возраста жалуются на ухудшение слуха, жалуются на ухудшение зрения, на ухудшение, на снижение чувствительности к различным запахам, к вкусам. И, конечно, пациенты могут жаловаться на то, что у них нарушено ночное видение, у них есть нарушения со стороны и обоняния, и осязания в том числе. Конечно, это значительно снижает жизнеспособность пациента, это нарушает его нормальную жизнедеятельность, и, к сожалению, восстановить эти функции достаточно тяжело. В связи с чем назначение лекарственных препаратов, влияющих на различные органы и системы, которые были перечислены выше, в виде рисков развития нежелательных реакций, и, конечно, усиливает риски более тяжелых последствий для нашего пациента, и, как следствие, более тяжелых и длительной нормализации данных показателей в случае возможности их нормализации. Дополнительно наблюдается нарушение со стороны вестибулярного аппарата, характеризующиеся шаткостью походки, неустойчивость при стоянии, возможно, и предрасположенность к падениям, и это все, конечно, сопровождается рисками развития заболеваний, падений, травматизации, поражения опорно-двигательного аппарата, что также необходимо учитывать. Страдает одновременно с этим и иммунная система, происходит усиление аутоиммунных реакций, то есть увеличиваются риски развития аутоиммунных реакций, и также мы говорим о снижении иммунной защиты организма и снижении продукции антител в ответ на введение антигена. Со стороны кожи и придатков мы наблюдаем сухость кожи, наблюдаем снижение и уменьшение толщины рогового слоя, уменьшение объема подкожно-жировой клетчатки, истончение волос, выпадение волос, и, конечно, замедление роста волос и также ногтевых пластин. Все эти изменения фармакокинетики, фармакодинамики, происходящие вследствие изменения функций различных органов и систем, вызванных в принципе естественными процессами старения, в сочетании с другими возрастно-ассоциированными проблемами, такими как, например, нарушение со стороны центральной нервной системы, увеличение риска падений, повышение риска ортостической гипотензии, значительно повышает риск развития нежелательных реакций при применении лекарственных средств. Ну и, конечно, повышает риск развития передозировки, межлекарственного взаимодействия между препаратами. И, к сожалению, очень часто мы сталкиваемся с проблемой, когда лица пожилого возраста нерационально, неправильно используют лекарственные препараты. Они могут либо забывать о применении лекарственных препаратов, тем самым снижая концентрацию поступающего лекарственного препарата, и снижая эффективность лекарственных средств, и стимулируя риски развития обострений хронических заболеваний, например. Либо, с другой стороны, они могут привести к передозировке лекарственного препарата, когда принимают избыточное количество лекарственных препаратов, когда они забывают, приняли они или нет, и принимают повторную, двойную, тройную дозу лекарственного препарата. Если останавливаться более подробно на фармакокинетических изменениях, на особенностях параметров всасывания, распределения и выведения лекарственных препаратов, то стоит отметить следующее. На уровне всасывания мы имеем дело или имеем место нарушения со стороны всасывания лекарственных препаратов. Однако, если мы говорим о показателях биодоступности, да, показатели могут изменяться, особенно у лиц пожилого возраста, которые уже переходят в старческий возраст. Если мы говорим о лицах 60-70 лет, показатели биодоступности могут снижаться незначительно. Однако, начиная с 75 и старше, конечно, показатели биодоступности будут значительно меньше. Однако, имеет место нарушение всасывания различных соединений. В первую очередь, это нарушение всасывания железа, витаминов В12 и других витаминов группы В, противогрибковых препаратов группы азолов в связи с уменьшением кислотности. Так как PH-среды, особенно базальная секреция, снижается постепенно с возрастом, то мы можем приводить, это приводит к тому, что PH-среды снова начинает сдвигаться более в высокую сторону, то есть в сторону нейтральной среды. И с кислой переходить в нейтральную. Но этого физически полноценно не произойдет, то есть мы не достигнем показателей 5-6. Чаще всего мы достигаем показателей 3-4, однако это значительно может снизить всасывание лекарственных препаратов, являющихся слабыми кислотами. Это такие препараты, как аминокислоты, это нестероидные противовоспалительные препараты, это фенобарбитал, это другие барбитураты, это нитрофураны и сульфаниламидные препараты. Все эти группы препаратов, также противогрибковые препараты и другие препараты, названные ранее, они будут уменьшаться их всасывание, так как PH-среды в желудке будут сдвигаться в щелочную сторону. Ну и стоит отметить на уровне всасывания, что будет замедлено первичное прохождение через печень для некоторых лекарственных препаратов, и следовательно наступление эффекта будет более длительным. Что касается следующего фармакогенетического этапа, это этап распределения, стоит отметить, что на уровне распределения происходит уменьшение объема распределения и повышение концентрации в плазме для водорастворимых гидрофильных соединений. А для липофильных соединений мы будем наблюдать противоположную ситуацию, будет увеличиваться объем распределения и удлиняться период полуведения для жирорастворимых препаратов. Это обусловлено тем, что лекарственные препараты могут создавать депо в жировой ткани, жировая ткань увеличивается в организме человека пожилого возраста, в связи с чем мы говорим о том, что может быть увеличена продолжительность нахождения лекарственного препарата в плазме крови. Дополнительно стоит отметить, что влияние на уровень распределения связано также и с количеством белков, и как мы уже сказали, уровень альбумина в плазме крови резко снижается, следовательно, это сохраняется или это приводит к увеличению свободной фракции лекарственного препарата и к рискам развития передозировки. Значит, для тех препаратов, которые обладают кислотным ПАЖ, например, такие препараты, как варфарин, дефинин, напроксен, снижение уровня альбумина может повысить уровень его свободной фракции, риск развития побочных эффектов. Вот здесь классические препараты, которые могут быть назначены, варфарин здесь очень большой осторожностью, после перенесенного острого инфаркта миокарда может быть назначен, но на данный момент не является препаратом выбора, или, по крайней мере, назначается осторожностью для лиц пожилого возраста с учетом того, как изменяется уровень альбумина в плазме крови. На влияние на параметры выведения и те изменения, которые будут характерны для лиц пожилого и старческого возраста, представлю ниже. В первую очередь это касается снижения клиренса и увеличения периода полувведения для тех лекарств, которые должны были подвергаться метаболизму с участием в процессе окисления. Примером таких препаратов являются диазепамы, то есть снотворное противосудорожное средство, а также препараты группы метилоксантинов, например, теофилин, что увеличивает риски развития побочных эффектов при их применении. Также мы будем наблюдать снижение клиренса и увеличение периода полувведения для тех лекарств, которые обладают преимущественным печеночным путем выведения, например, это пропронолол, лидокаин или имепромин. И для большинства лекарственных препаратов, которые подвергаются выведению с участием почек, также будет характерно снижение клиренса и увеличение периода полувведения за счет того, что будут ухудшаться параметры выведения и в первую очередь параметры гламерулярной фильтрации. И также мы помним о том, что значительно снижена функциональная активность нефрона. Что касается дальнейших изменений, то стоит отметить, конечно, что при назначении лекарственных препаратов, которые выводятся через почки или через печень, мы обязательно должны определять показатели, фармакологические, фармакогенетические показатели данных органов, определять состояние данных органов для того, чтобы предопределить или изменить дозу лекарственного препарата, которая будет поступать в системный кровоток, для того, чтобы эта доза лекарственного препарата не вызвала риски развития нежелательных реакций у данного пациента. Также стоит отметить, что следует избегать применения лекарственных препаратов с узким терапевтическим окном, потому что мы боимся, что данный лекарственный препарат будет длительно циркулировать в плазме крови и, следовательно, его концентрация будет достаточно быстро изменяться в большую сторону, что приведет к достаточно быстрому риску развития передозировки. И, следовательно, конечно, мы должны этих препаратов по возможности не использовать у лиц с тяжелыми нарушениями функций почек, печени, с циррозом печени и так далее. Также, что касается фармакодинамики, стоит отметить, что практически у всех лиц пожилого и старческого возраста отмечается как снижение, так и повышение чувствительности к лекарственным препаратам. Ну, в первую очередь, это обусловлено изменением плотности рецепторов, да, и это, например, характерно для бета- и альфа-дренорецепторов, для мускариновых рецепторов происходит снижение их плотности, уменьшение количества и снижение их аффинитета. И также опиоидных рецепторов. Возможно также снижение чувствительности рецепторов и ухудшение регуляции гомеостатических механизмов. Ну, например, если бы мы взяли с вами препараты группы бензодезепинов, стоило бы отметить, что в пожилом возрасте имеется большая чувствительность и усиление эффектов бензодезепинов, опиоидных анальгетиков, варфарина и гепарина, в связи с чем мы говорим о том, что эти препараты, их концентрацию необходимо снижать при применении. И, как мы уже вспоминали по поводу бета-адренорецепторов и их особенностей изменения в пожилом и старческом возрасте, то количество бета-адреноблокаторов и бета-адреномеметиков необходимо изменять и снижать. Теперь мы переходим к следующему разделу лекции. Это специфические цели и принципы фармакотерапии лиц пожилого и старческого возраста. Когда мы с вами говорим о фармакотерапии лиц пожилого и старческого возраста, мы должны отметить, что основой фармакотерапии должно являться, как и в других случаях и других возрастных категориях, соотношение эффективность и безопасность. И, конечно, мы при назначении должны учитывать все те изменения, которые будут характерны для лиц пожилого и старческого возраста и учитывать это при назначении и дозировании лекарственных препаратов. Ну, особое внимание хотелось бы уделить еще на то, что помимо этого существуют и другие достаточно важные цели фармакотерапии, представленные категорией пациентов, наиболее важной из которых является поддержание или улучшение функционального статуса, то есть когнитивного и физического статуса пациента с возможным сохранением его самостоятельности, независимости от посторонних лиц, то есть от родственников. То есть как можно более длительное сохранение возможности пациента к самообслуживанию. И, следовательно, мы должны по-хорошему влиять на те симптомы, которые будут характерны для лиц пожилого возраста и нормализовать их. Одним из таким симптомов является старческая астения. Это ассоциированный с возрастом синдром и основными клиническими проявлениями которых будут являться медлительность или непреднамеренная потеря веса, дополнительно общая слабость, снижение функциональной и физической активности и снижение иммунных свойств организма, что приведет к развитию различных инфекционных заболеваний, вирусных заболеваний, к снижению иммунной защиты. Потом это вследствие может привести к обострению различных хронических заболеваний. И, к сожалению, в этом случае очень часто пациент сталкивается с необходимостью посторонней помощи как в повседневной жизни, так и стоит отметить, что он может полностью требовать его обслуживания и, конечно, это ухудшает прогноз состояния для данного пациента и ухудшает прогноз его жизни. И, в принципе, мы должны отметить, что в старческой астене она включает более 85 различных гириатрических синдромов, и основными из которых является недостаточность питания, уменьшение мышечной массы и мышечной силы. Также наблюдается нарушение стороны мочеполовой системы, это недержание мочи, какие-либо сенсорные дефициты, нарушение памяти, запоминание, внимание, развитие нарушений со стороны центральной нервной системы и также, как мы уже вспоминали с вами, это синдромы падений. В этом случае, конечно, врач, который этого пациента наблюдает, должен четко понимать, имеется ли у данного пациента фактори риска развития старческой астении. Для этого существуют различные алгоритмы и различные опросники, и наличие у пациента в случае выявления старческой астении является основанием для применения специального подхода к лечению, который должен учитывать и полиморбидность, и повышенный риск развития осложнений фармакотерапии, так как наш пациент будет нуждаться в назначении четырех и более лекарственных препаратов, и риски межлекарственных взаимодействий будут в разы увеличены. Значит, для того, чтобы рационально назначить данные лекарственные препараты, стоит отметить, что для пациентов пожилого возраста необходимо в первую очередь оценить риски развития потенциальных осложнений лечения. Для этого можно использовать различные варианты источников для определения риска межлекарственного взаимодействия среди лекарственных препаратов. Дополнительно стоит оценить функции почек и печени у пациентов, а также наличие синдрома старческой астении, провести анализ абсолютных и относительных противопоказаний для применения лекарственных препаратов и также исключить потенциальные фармакологические взаимодействия. Ну, среди вот таких взаимодействий стоит отметить, что существует достаточно известный, да, вот, например, при назначении ивупрофена мы знаем, что нефтероидные противовоспалительные препараты, особенно препараты неселективные, могут влиять на циклооксигеназу первого типа, ингибировать ее, что повышает риски повышения уровня артериального давления, и, следовательно, это может снижать активность антигипертензивных лекарственных препаратов. Другим аналогичным примером может являться амлодипин, который может вызывать, это препараты группы, препараты группы блокаторов медленных кальциевых каналов производных, дегидроперидина, которые обладают возможностью вызывать отеки периферические, и, следовательно, снижается активность диуретиков, например, петливых диуретиков. Препараты, например, антихолинергические препараты могут вызвать недержание мочи, и, следовательно, могут снижаться эффективность препарата оксибутинина, который применяется с целью лечения данного заболевания. Также, например, бета-греноблокаторы, которые вызывают достаточно, при их передозировке возможны риски развития депрессивных состояний и, как следствие, снижение возможности или снижение фармакологической эффективности препаратов группы антидепрессантов. Опиоиды, которые вызывают запоры или могут вызывать это не у кишечника, они снижают эффективность слабительных средств. Препараты сены, которые могут вызывать диарею, их нельзя применять одновременно с лапирамида. Ну и, например, фуросимид, который вызывает выраженную гипокалимию пациентов пожилого возраста, мы в этом случае должны понимать, что обязательно нашему пациенту необходимо назначать препараты калия для того, чтобы оккупировать данное состояние. И стоит отметить, с одной стороны, да, вот, например, возвращаясь к младипину, для того, чтобы мы выводили эти отеки периферические и выводили избыточную жидкость, нам необходимы диуретики. Однако, если в целом мы говорим о взаимодействии таких лекарственных препаратов, стоит учитывать, что, да, взаимодействие, с одной стороны, эффективно, и оно будет, в принципе, безопасно, если мы будем учитывать весь профиль тех нежелательных реакций, которые может появиться. Что касается гериатрических синдромов и потенциальных эффектов некоторых лекарственных препаратов. Ну, как мы уже сказали, конечно, например, одним из таких гериатрических синдромов является синдром падения, и здесь стоит отметить, что они могут быть обусловлены при применении следующих лекарственных препаратов. Ну, конечно, это могут быть, да, те препараты, которые резко снижают уровень артериального давления, и это препараты, которые могут вызывать резкое снижение уровня глюкозы в плазме, крови, и необходимо с этими препаратами быть осторожными. Риски развития желудочно-кишечных кровотечений у лиц пожилого возраста наблюдаются при применении НПВС, нестероидных противовоспалительных препаратов, а также при применении пероральных антикоагулянтов. Что касается диареи, как одного из симптомов, характерного также и для лиц пожилого возраста, то диарею могут вызвать, например, антибактериальные препараты, ингибиторы протонной помпы, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, блокаторы рецепторов ангиотензина-2 и также психотропные лекарственные препараты. Среди препаратов, которые могут вызвать запор, наоборот, да, противоположное состояние, это трициклические антидепрессанты, блокаторы медленных кальциевых каналов, сами препараты кальция и антихалинергические препараты, например, такие как хэмхалиноблокаторы, атропин, которые вызывают риски развития запоров. Применение данных лекарственных препаратов у лиц пожилого возраста должно быть значительно ограничено. Ну и таким образом мы должны сказать о том, что да, следующим требованием или следующим правилом является то, что мы как можно меньше должны назначить нашему пациенту лекарственных препаратов и исключить, минимизировать наиболее значимые, часто встречающиеся взаимодействия лекарственных средств у лиц пожилого и старческого возраста. И, конечно, мы говорим о том, что мы должны минимизировать риски развития потенциально опасных эффектов приема лекарственных средств у лиц пожилого и старческого возраста. К этому мы сейчас еще вернемся, то есть мы рассмотрим основные взаимодействия препаратов, которые у лиц пожилого возраста могут вызывать токсические эффекты. И также те возможные потенциальные эффекты, которые могут проявляться у лиц пожилого и старческого возраста. Одним из основных правил назначения лекарственных препаратов в данной категории пациентов является правило начала терапии с минимальных доз и затем с последующим медленным увеличением дозы в случае недостаточного терапевтического эффекта. То есть мы начинаем с минимальных доз. В случае необходимости, неэффективности мы дозы медленно, не быстро повышаем до достижения терапевтической эффективности. Это так называемый принцип start low and go slow. То есть начинай маленькими дозами медленно и увеличивая эти дозы лекарственных препаратов достаточно медленно. Вследствие чего мы снизим риски развития нежелательных реакций у данных пациентов и риски развития передозировки. Что касается полипрагмазии и методов ее профилактики и коррекции у лиц пожилого возраста. Стоит отметить, что полипрагмазия встречается очень часто у лиц пожилого возраста и она сопряжена с увеличением риска госпитализации пациентов, увеличением длительности госпитализации и ухудшением исходов данного заболевания. В принципе было определено, что лица старше 65 лет практически в 70% случаев сталкиваются с полипрагмазией. И почти каждое третье назначение было фармакологически небесспорным. То есть мы могли бы с ним поспорить, не все лекарственные препараты назначены именно целью лечения или оккупирования определенного симптома. И, следовательно, есть определенные возможности убрать лишние лекарственные препараты. В связи с широким распространением полипрагмазии, в связи с тем, что пациенты пожилого возраста самостоятельно могут дополнять свою фармакотерапию теми препаратами, которые порекомендовали им соседи в аптеке, препаратами, которые они увидели на телевидении или они случайно услышали в аптечных учреждениях, все эти препараты, они могут добавить в состав своей фармакотерапии без рекомендации с врача. И, следовательно, невозможно практически предотвратить те риски, которые могут возникнуть при таком назначении. И в связи с такими рисками стоит постоянно проводить ревизию назначенных лекарственных препаратов на предмет рациональности и необходимости их применения у конкретного пациента. И с этой целью у нас существуют определенные валидированные критерии. Это критерии стоп и старт. Это критерии, которые позволяют нам определить, какие лекарственные препараты можно назначить, какие препараты должны быть применимы, ограничены у лиц пожилого возраста. И с целью при выявлении таких лекарственных препаратов мы можем спокойно говорить о том, что эти лекарственные препараты назначены неоправданны, и мы их можем отменить. Многие лекарственные препараты могут оказывать фармакологически нежелательные реакции более высокой степени их проявлений, чем при применении у взрослых пациентов. В связи с чем, применение критериев стоп и старт достаточно активно на данный момент включается и применяется в практике гириатрии. Значит, впервые критерии стоп и старт были разработаны в 2008 году для аудита лекарственных назначений. И уже немножечко позднее, учитывая накопление данных об эффективности и безопасности лекарственных препаратов, возникла необходимость в их обновлении. Их обновляют на данный момент практически каждый год. На данный момент они, стоит отметить, что эти критерии обновляются целой совокупностью экспертов и европейских стран. И вначале было предусмотрено 65 стоп-критериев, которые говорили нам, что эти лекарственные препараты не стоит применять. То есть они учитывали те группы препаратов, которые применять у пациентов не рекомендовано у лиц пожилого возраста, либо технические ситуации, когда риск, связанный с применением лекарственных препаратов у лиц пожилого возраста, достоверно превышал пользу. И тогда эти препараты должны быть отменены. А также первично было определено 22 старт-критерия, когда лечение приносит пользу пожилым пациентам. То есть те группы препаратов, которые рационально применять, которые увеличивают продолжительность жизни пациентов, улучшают его функциональные состояния и физические способности. Стоит отметить, что эти критерии, опять-таки, постоянно обновляются и на сегодняшний день их более 80-100 критериев и больше 34 критериев 100. Мы сегодня некоторые из них с вами рассмотрим. И хотелось бы сказать еще об одном термине сегодня, который используется в фармакотерапии лиц пожилого возраста. Это так называемый термин депрескрайбинг. То есть если говорить о самом происхождении слова, то приставочка D – это отрицание. Прескрайбинг – это назначение лекарственных препаратов. То есть мы с вами говорим сейчас об отмене лекарственных препаратов. То есть этот термин включает в себя планомерную и продуманную отмену препарата с постепенным снижением его дозы с целью улучшения качества жизни пациента и уменьшения риска развития нежелательных лекарственных реакций. И в этом случае, конечно, если мы проводим все это рационально и правильно, это позволяет повысить безопасность фармакотерапии, снизить лекарственную нагрузку на пациентов и оптимизировать расходы и улучшить приверженность пациентов к лечению. И на данный момент разработан целый ряд зарубежных и отечественных алгоритмов для прискрайбинга различных групп лекарственных средств. С этой целью мы должны разбирать или взять за основу критерии Stop Start, оценить необходимость назначения отдельных групп лекарственных препаратов у конкретного пациента и затем говорить о том, какие препараты являются нерациональными, их отмена могла бы привести к улучшению качества жизни нашего пациента. Ну и теперь некоторые примеры по взаимодействию лекарственных препаратов. Эти примеры вам очень важны будут и в дальнейшем на тему взаимодействия лекарственных препаратов, но сегодня мы разбираем наиболее частые, наиболее значимые взаимодействия препаратов у лиц пожилого и старческого возраста. Конечно, в первую очередь нам необходимо вспомнить о группе препаратов, которые влияют на уровень артериального давления. И еще раз вспомните препаратов группы ингибитора АПФ. Ингибиторы АПФ являются прекрасной группой, которая широко применяется для лечения артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, входит также в фармакотерапию и ишемической болезни сердца. Однако ингибиторы АПФ при взаимодействии с калий сберегающими диуретиками, такими как эплеринон, спиронолактон, вызывают риски развития гиперкалиемии. Это обусловлено тем, что влияние на уровень артериальной гиперкалиемии самой группы ингибиторов АПФ приводит к задержке онов калия в плазме крови как лиц взрослых, так и лиц пожилого возраста. Однако переносимость и риски гиперкалиемии у лиц пожилого возраста в разы больше, чем у взрослых. Ингибиторы АПФ также нерационально назначают нестероидными противовоспалительными препаратами, когда мы уже с вами вспоминали о том, что данные препараты снижают функции почек, вследствие чего возможно снижение эффективности препаратов группы ингибиторов АПФ. Абсолютно аналогичные взаимодействия возможны и для препаратов группы антагонистов-рецепторов к ангиотензину-2, вследствие чего пациенты принимают данные лекарственные препараты и должны принимать с осторожностью в таких комбинациях. Что касается других антигипертензийных препаратов, то нерационально их сочетать с вазодилататорами, психотропными препаратами, с трициклическими антидепрессантами. И когда мы говорим об вазодилататорах или психотропных препаратах, то мы говорим об увеличении или усилении гипотензивного эффекта. И, следовательно, например, бета-адреноблокаторы или блокаторы медленных кальциевых каналов с вазодилататорами использовать нерационально. У лиц пожилого возраста это может привести к ортостатической гипотензии, как мы уже говорили, вспоминали, к риску развития падений и так далее. Среди блокаторов медленных кальциевых каналов нежелательное взаимодействие с эритромицином, потому что возрастает риск увеличения острого повреждения почек. И также нерациональное применение блокаторов медленных кальциевых каналов с антиагрегантом клопидогрелем, что приводит к возможному снижению антитромбоцитарного действия клопидогрелем. Кроме того, среди взаимодействий, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, необходимо сказать о том, что если есть необходимость назначения сердечных гликозидов, то препарат дигоксин и дигитоксин необходимо осторожно применять с нестероидными противовоспалительными препаратами, диуретиками, вымывающими калий, с веропамилом, дилтиаземом, аммиадароном, теми препаратами, которые повышают риск развития интоксикации сердечными гликозидами. И на фоне вот такой измененной фармакокинетики лекарственных средств скорость наступления передозировки будет достаточно велика. Если мы говорим о глюкокортикостероидах, которые применяются перорально, это системные глюкокортикостероиды, то здесь возникает риск при взаимодействии данной группы препаратов с индукторами микросомальных ферментов печени. Вспомним индукторы. Это алкоголь, никотин, кофеин, дифинин, барбитураты. Это препараты эрифампицина. Все эти препараты не должны назначаться одновременно с глюкокортикостероидами, потому что мы можем иметь риск ослабления эффекта данных препаратов в организме, что не принесет определенного фармакологического эффекта для наших лекарственных препаратов. Среди антибактериальных препаратов, пример хотелось бы привести в виде группы в торхинолонах. Действительно, группа в торхинолонах достаточно широко сейчас применяется и применяется для лечения туберкулеза, применяется для лечения респираторных инфекций, мочеполовой системы. И здесь нежелательное взаимодействие. Это взаимодействие в торхинолонах с препаратами железа, кальция или антоцидов, содержащих магний и алюминий, например, молокс. Все это приводит к снижению биодоступности антибиотиков, к образованию комплексов с данными группами препаратов и к снижению эффективности данных лекарственных средств. Пероральные сахароснижающие средства, особенно производные сульфанилмочевины, нерационально комбинировать с антагонистами витамина К. Это такие препараты, как варфарин, неодекумарин, синкумар, с левомицетином, с бутадионом вследствие риска развития гипогликемических состояний. Эти препараты могут вытеснять пероральные сахароснижающие средства и связи с белком, повышается концентрация пероральных сахароснижающих средств, что приводит к риску развития гипогликемических состояний. Тетрациклины. Прекрасно мы знаем группу, она должна быть достаточно ограничена у лиц пожилого возраста. Тетрациклины у лиц пожилого возраста не должны использоваться с антоцидными препаратами и препаратами железа вследствие снижения биодоступности антибиотиков. Ну и также нерационально использовать, например, антагонисты витамина К с НПВС, с ацитилсалициловой кислотой, с сульфаниламидными препаратами, с метронидозолом вследствие риска развития кровотечений на фоне их ведения. Таких препаратов может быть достаточно много. Мы здесь обязательно вспоминаем о влиянии индукторов-ингибиторов микросомальных ферментов печени. Здесь мы вспоминаем о конкуренции за связь с белками среди других лекарственных препаратов, о том, что лекарственные препараты могут бороться за связь с белком. И также, конечно, нельзя не говорить о фармакодинамическом взаимодействии, когда, например, применение ацитилсалициловой кислоты НПВС приведет к увеличению риска развития утерогенного эффекта. Либо, когда мы говорим о одном из фармакогенетических таких взаимодействий, еще хотелось бы остановить внимание, да, когда мы принимаем препараты железа перорально с ингибиторами протонной помпы, что значительно нарушает всасывание препаратов железа, и мы не сможем достичь того же эффекта положительного, на который мы с вами рассчитываем. Значит, следующий раздел, о котором мы должны с вами поговорить, это раздел или классификация препаратов, назначение которых целесообразно избегать лицам пожилого и старческого возраста, и какие возможные альтернативы у данных препаратов есть. Так вот, среди потенциально опасных препаратов стоит выделить следующие группы. Это седативные препараты, анальгетики, особенно опиоидные анальгетики, но также и нестероидные противовоспалительные средства, психотропные средства, антидепрессанты, антипсихотики, общие анестетики, антигипертензивные препараты, также сердечные гликозиды, антиаритики, антибиотики и слабительные средства. Эти группы препаратов мы сейчас с вами обсудим, какие риски они несут для нашего пациента, и как мы могли бы изменить. Так вот, среди потенциально опасных лекарственных препаратов стоит отметить препараты, например, седативные. Это такие препараты, как диазепам, препараты группы барбитуратов, флоразепам, хлордиазепоксид. Это все препараты, которые относятся, кроме барбитуратов, препараты, относящиеся к органистам бензодиазепиновых рецепторов. Причинами токсичности для пациентов пожилого возраста является увеличение периода полувведения в связи с возрастным снижением функций печени и почек, а также повышение риска развития атаксии, падений, переломов и развития зависимости, особенно для препаратов группы барбитуратов. В качестве альтернативы можно использовать препараты оксазепам, лоразепам, альпразолам, которые не имеют активных метаболитов, обладают более коротким промежутком действия и меньшим седативным эффектом. И те риски и последствия будут значительно меньше. Среди анальгетиков стоит отметить, что если мы говорим об опиоидных анальгетиках, то лица пожилого возраста обладают повышенной чувствительностью к препаратам этих групп в пожилом возрасте. И есть риски проявления нежелательных реакций, особенно задержки мочи, задержки кала, депрессии и риски нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, если мы говорим о препаратах группы МПВС. Если мы выбираем препараты для введения для пациентов, то стоит отметить, что необходимо для лиц пожилого возраста, например, использовать либо парацетамол, либо ипупрофен, среди наркотических анальгетиков, кодеин или бупринорфен. Если речь идет о необходимости лечения, например, ревматоидных заболеваний, то важно понимать, что использовать можно глюкокортикостероиды, но только лишь в сочетании с препаратами кальция и витамином D для снижения риска развития остеопороза. Эти комбинации уже достаточно известны, и, к счастью, врачи их назначают и понимают о необходимости и рациональности их назначения лицам пожилого возраста. Психотропные препараты. К ним относится следующая группа. Это психотропные препараты. Наиболее опасны – это фенотиозин и галоперидол. Опасность обусловлена опять при влиянии на центральную нервную систему, повышению риска экстрапирамидных расстройств, падений и риска развития инсультов и смертности при деменции. В этом случае желательно использовать препараты атипичные. Это, например, аланзипин или квитиопин, теоридозин – препараты, которые будут оказывать более безопасный эффект и снижать риски развития нежелательных последствий. Следующая группа лекарственных препаратов, о которой мы с вами будем вспоминать, тоже группа, которая оказывает токсичность на наших пациентов в пожилом возрасте – это группа антидепрессантов. И, конечно, мы говорим о группе антидепрессантов. Это трициклические антидепрессанты. Они в пожилом возрасте обладают высоким риском развития побочных эффектов из-за возможности антихолинергического действия. И в этом случае препаратами выбора будут являться препараты флоксинтина, например. Если уж вообще невозможно применение, невозможно, нельзя как бы не применять трициклические антидепрессанты, то стоит в качестве альтернативы из них выбирать нортитрептилин либо дезипромин. Эти препараты обладают меньшим риском для лиц пожилого возраста. Общие анестетики. Следующая группа. Конечно, это такие препараты, как Галатан, Энфлуран, Тиопенталнатрия. Они обладают повышенной токсичностью для печени. И, например, Энфлуран провоцирует развитие эпилепсии, высокие риски токсичности вследствие нарушения фармакокинетики этих препаратов. Предпочтительной альтернативой будет являться препарат Изофлуран. Если мы говорим о малой хирургии, то есть о малых, как бы небольших хирургических вмешательствах, то в этом случае можно использовать Мидазолам. Тиопенталнатрия необходимо использовать с осторожностью, с использованием титрации доз и только в невысоких дозировках. Среди антигипертенсивных препаратов, это та группа, которая, с одной стороны, ну, в принципе, должна быть назначена, с другой стороны, это группа препаратов, которая должна применяться с осторожностью. Например, мы говорим о риске развития токсичных эффектов при применении бета-блокаторов, при применении тиозидных диуретиков высоких дозах. Тиозидные диуретики вызывают гипокалемию, гиперолекемию в высоких дозах и, значит, риски развития податы. В этом случае препаратами выбора могут являться ингибиторы АВПФ, блокаторы рецепторов камбитензину-2 и все-таки тиозидные диуретики в как можно меньших дозах, потому что мы боимся, что тиозидные диуретики в высоких дозах вызовут выраженное снижение уровня калия в плазме крови. Следующая группа препаратов, которую также необходимо использовать с осторожностью, мы сегодня уже вспоминали, это сердечные гликозиды. Особенности, последствия для пациентов обусловлены проаритмогенным действием дигоксина. Введение дигоксина вследствие особенности фармакокинетики препаратов замедлено, период поведения значительно увеличен. Это приводит к риску развития гликозидной интоксикации. Ну, а по-хорошему, безопасной альтернативы как таковой нет, только лишь контроль за дозами и введение препаратов калия в организм нашего пациента. Среди антибиотиков стоит отметить, что нельзя использовать аминогликозидные антибиотики, нежелательно использовать тетрациклины и цифрофлоксацин как представитель вторхиналона. В вторхиналон цифрофлоксацин обладает нейротоксичностью, для пациента это и так достаточно опасно. Среди аминогликозидов это нефротоксичность, ототоксичность и тетрациклины – это нарушение костной ткани, зубной эмали, нефро- и гепатотоксичность. Поэтому по данным ряда исследований нам нужно использовать в качестве препарата выбора – это пенициллины, цифрофлоспорины, которые выводятся желчью, либо назначать более низкие дозы цифрофлоспоринов, даже несмотря на то, что в инструкции прописана минимальная эффективная концентрация, но она так или иначе будет создаваться в плазме крови, однако и стоит учитывать продолжительность действия лекарственных препаратов и продолжительность его выведения. Среди слабительных средств стоит отметить, что препаратами выбора будут являться осматические слабительные, можно использовать отруби, увеличить количество жидкости, поступающей в организм. И, конечно, мы должны сказать о том, что среди слабительных препаратов невозможно нерационально применять такие препараты, как касторовое масло, препараты, оказывающие раздражающее действие, препараты сены, крушины, растительные и слабительные препараты, о которых мы говорили, и также с осторожностью применяют бисокодил, для длительного применения этот препарат нерационален, и среди тех препаратов, которые рациональны, это возможно применение препаратов на основе подорожника, семян подорожника, это препараты мокафай, а также возможно употребление в пищу большого количества морской капусты. Почему растительные препараты слабительные нельзя? Они содержат антрогликозиды, и эти антрогликозиды в высоких концентрациях вызывают гепатотоксичность, привыкание и дозозависимый эффект. Поэтому требуют постоянного повышения дозировки данных препаратов, там также даже наблюдаются выраженные боли по ходу кишечника, неприятные ощущения, и следовательно пациенту не будет являться препаратами выборов. В основном мы применяем либо на основе лактуозы, либо на основе семян подорожника, плюс изменяем погрешности в питании, увеличиваем объем жидкости употребляемой, и также пищу, которая богата клетчаткой. Среди сахароснижающих препаратов, которые также имеют определенную токсичность, мы должны сказать о том, что это препараты, преимущественно производные сульфанилмочевины, увеличен период их полувведения, и, следовательно, есть риски развития тяжелой гипогликемии. В связи с чем препаратами выбора среди пероральных сахароснижающих средств, среди группы производных сульфанилмочевины будут являться препараты глипизид и гликлозид. Антигистаминные препараты, следующая группа, нежелательно использовать препараты димедрола. Почему? Это обусловлено тем, что возможно развитие спутанности сознания, выраженного нарушения сна, расстройства зрения, задержки мочи и запоров, за счет имхолиноблокирующего антисеротонинового действия данных препаратов. Лучше использовать препараты 2-го и 3-го поколения. Сетиризин, лартадин, фиксофенадин. Если это аллергический ринит, то можно местно использовать и противоаллергические местные средства или местные интраназальные глюкокортикостероиды. В качестве пероральных деконгексантов, то есть препаратов для снижения выраженности отека слизистой оболочки полости носа, нерационально или нежелательно использовать псевдоэфедрин и фенилэфрин, то есть неселективные препараты. Они могут влиять на альфа-адренорецепторы, повышать уровень артериального давления, вызывают расстройство сна. В этом случае опять-таки возвращаемся к невысоким дозам препаратов, которые будут оказывать селективное альфа-2-адреноблокирующее действие. Это нафазолин, ксиламетазолин, оксиметазолин, тетризолин, нафазолин. Следующее, о чем мы с вами должны были поговорить, это о тех группах препаратов, которые использовать должны быть с осторожностью, и многие из них мы с вами обсудили. Единственное, хотелось бы допомнить. Ну, конечно, это и альфа-адреноблокаторы к ним относятся также, да, они могут вызывать падение, стрессовое или смешанное недержание мочи, риски развития депрессии. Это препараты группы глюкокортикостероидов, которые вызывают риски развития кровотечений, риски развития сердечной недостаточности, гиперколемии, депрессии, делирия. Это эстрогены, они могут вызвать недержание мочи у женщин. Нестероидные противовоспалительные препараты, о которых мы с вами уже не раз вспоминали. Блокаторы H2 гистаминовых рецепторов, это препараты, которые применяются для лечения язвенной болезни желудка, они могут вызывать депрессию, задержку мочи, закрытоугольную глоукому и не будут применяться в качестве препарата выбора. Ну и, как я и обещала, закончим мы с вами лекцию на стоп и старт критериях для предотвращения потенциально некорректного назначения лекарственных препаратов пациентов пожилого возраста. Итак, что касается общих рекомендаций. Среди общих рекомендаций стоит отметить, что любые препараты, которые не имеют достаточно доказательной базы для их клинического применения, должны быть противопоказаны у лиц пожилого возраста. Любые два препарата из одного класса, например, два препарата из группы НПВС, ГКС, диуретиков, ингибиторов обратного нейронального захвата серотонина, ингибиторы ОПС тоже являются противопоказными. То есть мы не комбинируем препараты одной и той же групп. Ну и, конечно, превышение дозы и введение кратности введения тоже будет ограничением к применению данной группы препаратов. Следующий раздел – это сердечно-сосудистая система. Собственно, стоит отметить, что противопоказаны применению при КСМ дигоксин, веропамил или ДЛТАЗМ с сохранической сердечной недостаточностью 3-го или 4-го класса. Не рекомендовано использовать бета-адреноблокаторы при брадикардии в анамнезе или бета-адреноблокаторы при антривентрикулярной блокаде в анамнезе. Нежелательно использовать амидарон или кардарон в качестве первой линии антиаритмической терапии в лечении пациентов с наджелудочковой тахиаритмией. Мы боимся рисков развития побочных эффектов данной группы препаратов. Нежелательно использовать в качестве препарата выбора для лечения пациентов с артериальной гипертензией петлевые диуретики, все же есть более безопасные тиозидные диуретики. И нежелательно, однако, по тиозидным диуретикам тоже нужно быть достаточно осторожными. Если мы говорим о тиозидных диуретиках, мы должны понимать, что у пациента нет уже в анамнезе гипокалиемии, гипонатриемии и гиперкальциемии. И мы четко должны выбирать дозу с учетом особенностей нашего пациента. Нежелательно использовать у пациентов пожилого возраста антигипертензивные препараты центрального действия. И в связи с тем, что препараты на данный момент практически не применяются, это правило, конечно, очень важно, но, в принципе, мы уже все прекрасно знаем, что препараты выбора совершенно другие для лиц пожилого возраста в том числе. Ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов кангиопензина-2 нельзя применять при гиперкалиемии. Антагонисты альдостерона – это калийсберегающие диуретики, нельзя сочетать в комбинации с калийсберегающими препаратами без контроля уровня калия в сыворотке крови. Ну и если нам необходимо использовать ингибиторы фосфодиэстеразы пятого типа, например, препарат Виагросилдинафил или Тадалафил, при сердечной недостаточности с гипотонией применение этих препаратов не рационально. Следующее. Что касается антиагрегатной терапии. Среди антиагрегатной терапии препаратом выбора является ацетилсалициловая кислота. Однако мы понимаем, что длительный прием препарата в дозах, превышающих 150 мг в сутки, приводит к повышенному риску кровотечений и при этом не повышает эффективность. Если необходимо использовать ацетилсалициловую кислоту у лиц пожилого возраста, мы должны быть внимательны к тем рискам, которые могут возникнуть. Мы должны предотвратить или опросить пациента о наличии у него язвенной болезни желудка. Не рекомендовано комбинировать препараты группы антиагрегантов между собой и нерационально использовать препараты в более высоких дозах, чем это необходимо. По центральной нервной системе. Трициклические антидепрессанты нельзя или не рекомендовано использовать при деменции, закрытоугольной глоукоме, при нарушении сердечной проводимости и в принципе мы говорим о том, что нежелательно использовать в качестве первой линии лечения депрессии. В этом случае мы должны выбрать другие группы препаратов. Если есть необходимость назначения бензодиазепина, то мы должны их назначать сроком не более чем на 4 недели. Так как нет показаний для более длительного лечения и это может привести к более длительное применение, чем 4 недели, к выраженной седации, к спутанности сознания пациентов, к нарушению равновесия, к падениям, к дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому бензодиазепин, мало того, что применяется с осторожностью и еще применяется с заграничным сроком введения данных лекарственных средств. Среди других групп препаратов стоит отметить, что мы должны учитывать и препараты, влияющие на ЖКТ. Ингибиторы протонной помпы не рекомендовано использовать более 8 недель, если мы лечим язвенную болезнь желудка. Нежелательно у лиц пожилого возраста использовать препараты, провоцирующие запор, а среди таких препаратов стоит отметить, в первую очередь, эмхолиноблокаторы, опиоидные анальгетики, препараты железа, антоцидные препараты, сорбенты. И в этом случае у пациентов с хроническим запором мы только отягощаем протекание заболевания. Также стоит отметить, что со стороны опорно-двигательного аппарата не рекомендовано использовать нестероидные противовоспалительные препараты длительно, особенно с учетом наличия возможностей сопутствующих заболеваний. Не рекомендовано более трех месяцев фармакотерапия глюкокортикостероидами, а также нестероидными противовоспалительными препаратами. Необходимо сделать как минимум отдых от применения данных лекарственных средств. Среди эндокринной системы мы должны сказать, что мы с вами уже вспоминали, производность сульфаниломочевины не является препаратами выбора. Длительно их использовать нежелательно, есть риск развития длительной гипогликемии. И если мы касаемся оральных эстрогенов, без прогистогенов, то нежелательно использовать у лиц пожилого возраста данную группу лекарственных препаратов. Что касается критериев старт, то есть критериев, которые позволяют нам использовать наоборот представленные группы лекарственных препаратов у пациентов пожилого возраста. Мы должны понимать, что назначение перечисленных сейчас будет ниже лекарственных препаратов, предполагает то, что врач понимает те риски, которые имеет пациент, правильно может рассчитать дозу лекарственных препаратов и, значит, может правильно подобрать курс, а также учитывать нежелательные эффекты и противопоказания. И здесь мы сейчас будем говорить с вами о тех препаратах, которые, в принципе, могут быть рекомендованы лицам пожилого возраста. Итак, если говорить о сердечно-сосудистой системе, это могут быть антагонисты витамина К или прямые ингибиторы тромбина или ингибиторы факторов гемана при наличии фибрилляции предсервии. Также возможно назначение антиагрегантов при документированной истории сосудистых, коронарных и церебральных заболеваний, а также заболеваний периферических сосудов. Если мы говорим об уровне артериального давления, то ингибиторы АПФ являются препаратами выбора. При ишемической болезни сердца можно использовать бета-адреноблокаторы и бисопролол, небивалол, метапролол при стабильной хронической сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса. Если мы говорим о бронхиальной астме или хроническом инструктивном бронхите, то регулярные ингаляции бета-2 агонистов или м-холиноблокаторов и протропии абрамиды, например, являются рациональными. В этом случае также рациональными являются ингаляции и глюкопортикостероидов, когда у нас фармакотерапия требует применения данной группы лекарственных препаратов. В среде вследствие ящик на центральную нервную систему мы должны отметить, что мы можем использовать седативные препараты, мы можем использовать НПВС для купирования головной боли, например, но не длительно. И препаратами выбора для лечения депрессии у людей пожилого возраста являются не трициклические антидепрессанты, а препараты, влияющие на уровень серотонина непосредственно в синапсе. Что касается желудочно-кишечного тракта, то препаратами выбора для лечения язвенной болезни желудка или при наличии тяжелой гастроэзофагальной рефлексной болезни могут являться ингибиторы протонной помпы, но, как мы помним, есть ограничения по применению. И, конечно, доказано о том, что различные отруби метилцеллюлоза могут являться препаратами выбора или продуктами выбора для лиц пожилого возраста, страдающих с опорами. Среди опорно-двигательного аппарата мы можем рекомендовать витамин D и препараты кальция у пациентов с остеопорозом. Если пациенты, например, перенесли падение или имеющие остеопенин, также можно рекомендовать витамин D, и также мы можем рекомендовать НПВС и глюкокортикостероиды пациентам, которые страдают с осторожностью пациентов, которые страдают ревматологическими заболеваниями. Что касается вакцинации, то критерии START также предполагают возможность введения вакцины. И в этом случае рекомендована сезонная противогриппозная вакцинация трехвалентной вакциной один раз в год и вакцинация против пневмококовой инфекции однократно после 65 лет в соответствии с национальными рекомендациями. И в принципе мы с вами сказали, а еще, конечно, среди средств, влияющих на уровень на сердечно-сосудистую систему, это могут являться препараты гипохолестеринемические, также на фоне гипохолестеринемической диеты. Это витаминные препараты, которые рационально использовать у наших пациентов, это препараты различных электролитов при необходимости их введения. И в принципе, да, мы говорим о том, что эти препараты обязательно необходимо назначать или восполнять из продуктов питания. На сегодня наша лекция с вами закончена. Мы должны помнить о том, что лица пожилого возраста являются той категорией пациентов, к которым стоит обращаться особенно осторожно. Мы должны контролировать те дозы, которые мы вводим, те препараты, которые мы выбираем. Определять обязательно риски на наличие противопоказаний к применению данной группы препаратов у конкретно лиц пожилого и старческого возраста. Ну и не забывать о возможности пациентов применять препараты самостоятельно, ведь с целью самолечения, о том, что для них необходимо выбирать наиболее удобные лекарственные формы, и чаще всего это таблетированные лекарственные формы. Однако стоит отметить, что формы, пероральные лекарственные формы могут быть и жидкими, но это требует дозирования специфического для пациента, что и может быть затруднено. А с другой стороны мы можем сказать о том, что размер таблетки, если это пероральная таблетированная форма, тоже должна быть небольшая, чтобы пациент с легкостью ее проглатывал. И в этом случае в меньшей степени мы говорим о возможности применения лекарственных препаратов ректальным путем ведения, но и учитываем те особенности при местном нанесении, которые возможны у лиц пожилого возраста. Также не забываем о взаимодействии препаратов между собой и, конечно, учитываем те группы препаратов, которые должны быть назначены у пациентов пожилого возраста с осторожностью. Благодарю вас за внимание. Вы готовите конспекты по данной теме в рабочей тетради.